Мы уже рассказывали про экспедицию в Сибирь, куда вместе с представителями Минкультуры Республики и Национального Конгресса отправились наши коллеги с Национального радио. Про отрезанное от цивилизации Таёжное село, где до сих пор живы чувашские традиции, в репортаже Алексея Иванова. Таёжное село Джогино в Тайшетском районе Иркутской области. Одно из самых крупных. Здесь живет более 500 человек. Дома стоят прямо на берегу реки Бирюса. До ближайших соседей десятки, а то и 100 километров. Сюда можно попасть верну с федеральной трассы, которая ведет на Байкал. От нее до Джогино более 100 километров. Населенный пункт образовался во времена Столыпинских реформ. Сюда перебрались с исторической родиной коренные чуваши. С тех пор прошел век, изменилось немногое. Дома все те же деревянные. Уличные тротуары из досок. Здесь все из дерева. На вопрос о том, как и на что здесь можно жить, местные жители отмечают. На то, чем дарует природа. Я переехал сюда из Кочетры, деревни рядом с Джогино. Но родители родом из Чуваши. Работаю в местной администрации водителем. Зарплата маленькая. Своё хозяйство у нас. Ходим на охоту. В лесу много чего можно поймать. По выходным на рыбалку. Местные водоемы богаты налимом, хариусом. Основная часть населения трудится на предприятиях исправительных колоний, которых в этих краях достаточно. Из социальных объектов в селе только школа. Был клуб, но в конце мая сгорел дотла. В школе действует кружок чувашского языка. Молодое поколение с детства понимает родной язык. Поэтому артистов эстрады и фольклорного коллектива телей, которые приехали специально из Чувашии, встречались с восторгом. Из Чувашии артисты сюда не приезжали ни разу. Слишком далеко Бирюза от Волги. Но теперь всё изменилось. И первая культурная экспедиция Чувашского национального конгресса положила начало духовному воссоединению соплеменников. Джогинцы говорят, в них словно вдохнули вторую жизнь. Рады вы нас видеть. На суть еще раз вам приезжать. Редактор субтитров А.Семкин